Привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости моего канала. Добро пожаловать на прохождение игры Доки Доки Литературный Клуб Плюс. Продолжаем смотреть дополнительные сюжеты и добро пожаловать на финальную серию. Усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, берите всяких вкусностей. Значит, в прошлой серии мы прошли все вот эти маленькие дополнительные сюжеты и у нас открылся гигантский, при-гигантский сюжетище равенства называется. Значит, тут истории всех девчонок. То есть Сайори, Юри, Моники и Нацки. Значит, что же. Тут, я не знаю, насколько серия у нас выйдет, возможно, на 40 минут, возможно, даже на целый час. Так что сегодня серия будет такая долгая. Мы постараемся пройти весь сюжет за одну серию. Потому что я не знаю, как тут с сохранениями в целом, но... Короче, погнали. Приступаем, значит, к финальному сюжетному дополнительному секретному эпизоду. Поехали. Так. Опять нам показывают класс. Моника. Ну что, друзья? Сегодня мы займемся чем-то новеньким. Я подумала, вот о чем. В школе скоро состоится фестиваль, и нам пора решить, как будет дальше развиваться наш клуб. Если мы с этим определимся, то и к фестивалю будет проще готовиться. Ой, а мы с Сайори уже все придумали. Что, правда? Вы придумали, что делать на фестиваль? Ага, у нас есть супер отличный план. Вы с Юрией заранее должны разузнать, какие клубы и классы будут выставлять лодки со вкусняшками. Потом мы берем карту и рисуем самый короткий маршрут, чтобы везде успеть, пока очереди не выросли. Да, это тоже к клубу никак не относится. Погоди, дай мне договорить. Ладно, договаривай. Так вот, нагребем как можно больше вкусненького, потом возвращаемся сюда и все это вместе скидаем. Таков вот план. Да, в этот раз на одну и ту же шутку попадаюсь. О, только не дуйся. Ты все равно ничего лучше не можешь предложить. Гляди, даже Юрия задумалась. Нет, не правда. Мне хочется, чтобы мы сделали что-то связанное с литературой. Поесть вкусняшек мы можем в любое время, фестиваль бывает раз в году. А еще нами совсем никто не интересуется, к нам давно не приходили новички. Вот и я о том же подумала. Надо всем вокруг показать, что такое наш литературный клуб. А почему бы нам это не совместить? На твою погоню за вкусняшками выделим время и перед публикой тоже выступим. Замурчательно. Я вообще-то пошутить хотела, но это отличная мысль. Ха-ха, я рада, что мы договорились. Я вот думаю, какое бы нам выступление придумать, чтобы всем показать, как интересно может быть в литературном клубе. Ребята, короче, в этой дополнительной истории, в этой серии мы должны получить, так сказать, два новых арта. И также вот у нас уже открылась новая музычка, я слышу. Вот прям вообще такой музыки еще у нас ни разу не было. Окей. Видишь, тут как бы сохранить нельзя. Сохранения не работают, поэтому мы все в одной серии скомпонуем весь финальный эпизод. Окей. Непростая задача, ведь каждый получает от клуба что-то свое. А как вам такая идея? Пусть каждый из нас по очереди расскажет, что мы получили от клуба. Может, тогда будет проще решить, какую репутацию мы хотим заработать. Точно! Это так неловко. Да ведь тебе есть что рассказать. Вот в том-то и дело. Я и я уверена, Нацуки тоже со мной согласна. Ну, возможно, я не собиралась спорить или как-то возражать. У нас же литературный клуб, мы обо всем таком должны разговаривать, верно? Нет другого способа, кроме как сжать зубы и это сделать. А, наверное, ты права, простите, что я заупрямилась. Не стой говорить, что надо сжать зубы и перетерпеть, ведь наши чувства, это важно. Да извините, была не права, больше так не буду. И все-таки давайте попробуем, кто первый. Давайте я начну. Я ведь самой первой в клуб пришла. Ха-ха, разве это не была не я? Нет, я хочу выступить первой. Ладно, ладно, начинай, я не против. Ура! Так вот, с ума сойти, кажется, это уже сто лет назад было. Думаю, я вступила в клуб, потому что мне хотелось читать другим людям свои стихи. Для меня это был безопасный способ самовыражения, понимаете? Стихи это же так просто, я могу делиться ими и при этом никого не грузить своими проблемами. А еще я подумала, что так можно познакомиться с другими людьми. В общем, представьте мое удивление, прихожу я, а тут только Моника и больше никого. Устроилась в уголке и спит. Ха-ха, не напоминай, стыдовище. Ничего подобного, делать новый клуб с нуля, это было здорово. Я всегда любила что-то сочинять, мне это помогало. И я хотела помочь другим людям тоже. Но в итоге больше всего это вдохновило меня саму. Помните, как я посмотрела на Монику, такую добрую и чуткую, и поняла, что могу довериться ей во всем. Одиночество отступило, ведь теперь появился человек, который знал обо мне все, даже самое плохое. Тогда я и поняла, что литературный клуб для многих может стать совершенно особенным местом. Да, я чувствовала то же самое. Клуб сразу стал чем-то осмысленным. Да, а потом пришла Юри, но она была совсем не такая, как мы. И Нацуки тоже. Мне кажется, с Юри нам помогло то, что я решила сделать первый шаг, и она приоткрылась в ответ. Но с Нацуки все было вообще по-другому. Она не спешила ни с кем сходиться, я раньше о таком совсем не думала. Мне кажется, я научилась лучше понимать, что нужно другим людям. И это замечательно, потому что для меня нет ничего важнее моих подруг. Кто бы еще не пришел к нам в клуб, я хочу помочь им тоже. Иногда я думаю, что перестала бы ходить в клуб, если бы вас там не было. Правда? Это было совсем недавно, но мне стыдно вспоминать, как я себя вела тогда. Я ничего не видела вокруг себя. Я пришла сюда только для того, чтобы найти людей, которые увлекаются фэнтези. Я думала, этого будет достаточно, чтобы мы подружились. И я помню, как неловко себя чувствовала, потому что мы с вами оказались совсем разные. Кстати, дорогие друзья, мне нравится то, что вот для каждой девчонки вот тут музыка сменяется. Это довольно-таки круто. Да. Так, окей. Я была уверена, что точно представлю себе, с кем могу дружить, а с кем нет. И когда Сайори попыталась со мной сблизиться, я решила, что она зря теряет время. Да, было ужасно наивно с моей стороны думать, будто главное в дружбе это общие интересы. Мы с Сайори подружились, потому что она заботится о тех, кто рядом. И там, я там никогда не умела, даже не задумывалась об этом. Но в итоге я осталась в клубе, и теперь изо всех сил учусь понимать других людей. Ты столько усилий в это вкладывала. Я была просто потрясена. Меня всегда огорчало то, что я не умею так себя вести, чтобы всем нравиться с первого взгляда. Вот вы обе это можете, а я нет. Но это правда. Юрия довольно-таки застенчивая девчонка. Уже сотый раз повторяюсь, так сказать, в дополнительных сюжетах, что этот персонаж самый такой скрытный и застенчивый. Окей. Поэтому я и постоянно заморачивалась. Мне казалось, я вечно что-то не то делаю и говорю. Хотя думать надо было о других, а не о себе. Как только я это осознала, а мы все сразу подружились. А, и еще. Я выяснила, что иногда лучше выражать свои мысли на письме, чем слух. Все так странно обернулось. В итоге я ничего подобного не ожидала. Но я счастлива. Мне кажется, мы зачастую сами не понимаем, что нам нужно. Ой, мамочки. Ты такая няшная. Меня сейчас вывернет от умиления. Сайори, я тебя умоляю. Давай без крайностей. Я никакая... Я не няшная. Погоди, это же... Я должна была это сказать. Ой, ну, в моем случае это правда, так что... Что ты сказала? Ничего, ничего. Я высказалась, чья очередь дальше. Ой, сердце чьимит. Сайори дыши глубже. Ладно, давайте я скажу. Так, теперь нацуки. Юри, ты же говорила, что не хочешь выступать. Ломалась. Теперь вперед меня вылезла выпендрежница. Я просто добавить хотела по следам Сайори, чтобы быстрее отделаться. К тому же ты упустила самое важное, что ты получаешь от этого клуба. И что же это? Твои любимые пироженки. Ой, правда. Я тоже про них забыла. Я предала пироженную королеву. Никогда не прощу вас обеих. В следующий раз все вкусняшки достанутся, Моники. Нет. Я столько пирожных не съем. Точно. Нет, нет. Такое только Юри... На такое только Юри способны. Эй. Хах, ладно. Хватит оттягивать. Пора уже что-то сказать. О таком говорить очень сложно. Но, наверное, в итоге все сводится к тому, что я сейчас чувствую себя гораздо лучше, чем когда только пришла в клуб. И все потому, что вы могли мне осознать одну важную вещь про моих бывших подруг вне клуба. Они не желали мне добра. Это было очень больно, если честно. Рывать старые связи. Я до сих пор не люблю о них вспоминать. Бедные нацуки. Ничего. Я решила, что так будет лучше. И оказалось, это правда. Для меня это все прочувствовано, наверное. Надо мне... А, надо мной все смеялись, когда я высказывал свои эмоции. Я считала, что их надо прятать любой ценой. Уйма времени ушла на то, чтобы понять, что это неправильно. Так быть не должно. И я благодарна вам за то, что вы уважали мои чувства. Вы обращались со мной бережно, даже когда я вела себя как последняя коза. И за это я хочу извиниться перед всеми вами. Я была просто ужас какая. Голос нацуки срывается. Мы тебя любим, нацуки. Ээээ, я просто... Мне стыдно вспоминать, какой я была. Все, все для меня... Все для меня так много делали. А я никогда ничего не давала в ответ. Неправда? Нацуки. Ты сделала куда больше, чем тебе кажется. Клуб без тебя был бы совсем другим, честное слово. Помнишь, как я задирал перед тобой нос, когда ты только пришла? У меня было свое представление о том, каким должен быть литературный клуб. И с чужим взглядом я никак не могла смириться. Это правда. Это вот, ребятки, правда было. Да, у нас было в дополнительных сюжетах, вот когда пришла нацуки, новая девчонка. И, значит, что же, Моника прям вообще мангу никак не воспринимала всерьез. Типа, все это фигня и так далее. Вот, да. Но, как-то вот, как-то вот наладились отношения. Да, окей, ладно, едем дальше. Для меня мои мысли были важнее, чем возможность сделать тебя счастливой. Ты научила меня главному. Надо ценить те вещи, которые доставляют удовольствие другим людям. Ты даже вдохновила меня на то, чтобы я начала играть на пианино, и это прекрасно. Так что... Не зачем себя принижать. О, ладно. Нацуки вытирает глаза. Ты мне тоже очень помогла. С тобой весело и интересно. Ты помогла мне разобраться в себе и стать лучше. Если у человека есть проблемы, этого не надо стыдиться. Нужно просто что-то сделать, чтобы человеку стало лучше. Каждый из нас этого достоин. Я, я тоже так думаю. Я вижу, как мы все стараемся стать лучше, и это придает мне сил. Я бы ничего не хотела менять в том, как мы тут проводим время. Никто из нас этого не хочет, я думаю. Простите, что я так, как обычно, ударилась в мелодраму. Это все, что я хотела сказать. Теперь, наконец-то, очередь Моники. Не надо извиняться. Я об этом хотела поговорить в любом случае, потому что для меня это очень важно. Я всегда была перфекционистка и ставила себя выше других. Я вечно делала одну и ту же ошибку. Считала, что только я знаю, как надо, и все вокруг пытались исправить. Думала, что без меня люди не разберутся со своими проблемами. Но теперь мне кажется, для лидера важно признавать собственное несовершенство и понимать, что другим людям нужно помогать, а не пытаться все делать за них. Мы все хорошие, мы все равные. По-моему, это самое ценное, что дал нам клуб. Осознание простых истин. Сайори, что ты делаешь? Я подумала, что это надо записать. То, что мы ценим и любим в нашем клубе. Взяв руку Милок, Сайори пишет на доске слово «Доверие». Вы показали мне, что я могу доверять вам и рассказывать о себе все, и плохое, и хорошее. Юри тоже берется за Мил, но она пишет «Понимание». Я очень благодарна всем, кто не пожалел времени на то, чтобы меня понять, хотя мне трудно говорить о своих чувствах. Ладно, если так, Моника, в свою очередь, берет Мил в руки и пишет слово «Уважение». Я всегда считала себя человеком, который уважительно относится к другим, но только в клубе я поняла, насколько все сложнее на самом деле, и я стала лучше. У меня есть что добавить, Сайори пишет равновесие. Иногда людям нужно от дружбы что-то свое, или они не умеют быстро сближаться с другими. Важно, чтобы между людьми все было гармонично. Да, кстати, Юри пишет рефлексия. Я всегда любила рефлексировать, но думала в основном о том, до чего я себя ненавижу, и как я все неправильно делаю. Как только я начала думать о других, и о не о себе, для меня многое изменилось. Так что для меня это, наверное, самое важное. Отлично, мы составили целый список. Внезапно все оборачиваются к Нацуке. Да вы же весь смелый разобрали, ничего, теперь нечего на меня смотреть. Ты могла бы просто попросить. Моника протягивает свой мелок на Ацуке. На Ацуке вздыхает и пишет любовь к себе. Не уверена, насколько я с этим справлюсь, но мне кажется, я на верном пути. И это то, что я хочу добавить к вашему списку. Девочки смотрят на слова, написанные на доске. Мне казалось, у нас тут литературный клуб. Ну да, и мы любим литературу. Дружба и литература. Да, верно. Дружба и литература. Нацк и Юрий тоже кивают. А давайте сфоткаемся все вместе. У нас же нет такой фотографии, правда? Точно нет. Не забудьте мне ее потом переслать. Погодите, я волосы приглажу. Да отлично ты выглядишь, у тебя самая классная прическа из всех нас. Ну, дорогие друзья, в каком-то смысле это может даже и правда. Хотя, я не знаю, вот смотри, у Моники и Юри длинные волосы, у Сайори и Нацки короткие. То есть, каре такое, ну, прикольно. Так, окей. Встаньте ближе, вы в кадр не помещаетесь. Так, ну, что, все готовы? И щелк! О, хорош. Так. И... Ага, все, фотка сделана. Я рада, что мы поговорили. Нас всего четверо и какой долгий путь мы проделали. Точно. У меня теперь в голове полно счастливых мыслей. Такой прилив вдохновения, что хочется писать стихи. Знаешь, со мной то же самое, так и тянет что-нибудь сочинить. И мне тоже хочется. Наверное, я тоже не против. Так. Все опять на меня смотрят. Ладно, и я напишу, но не обещаю, что стану читать слух. Как тебе будет угодно. Так. Блин, если вот так-то посмотреть, Нацки вообще по росту всех ниже. Я не знаю, Юрий, наверное, самая высокая в классе. Моника чуть повыше, Юрий чуть повыше, Сайори чуть пониже Моники, Нацки ниже всех. Вот так. Окей, участницы литературного клуба рассаживаются по местам, каждый берет ручку и бумагу. Нацки и Юрий переглядываются и одновременно начинают что-то строчить. Сайори потягивается, а потом присоединяется к ним. И только Моника постукивает ручкой по чистому листу, не зная с чего бы начать. Моника молчит. Так. Просто начни двигать рукой. Моника шепчет себе под нос. Так. Сердце открой словами. Так, чё такое? Её разум полон мыслей и воспоминаний. Вдохновлённое имя Моника входит из ступора и начинает писать. Не важно что, главное сочинять что-то новое. Так, интересненько. Ух ты. Окей, перемещаемся мы в коридор. Так, и нам показывают старые добрые локации. Доки-доки, литературный клуб плюс. Автор сценарий и режиссёр Дан Салвату. Стой, мы прошли? Тут только не говори, что мы прошли. Так. Интересненько. Изображение персонажей. Компьютерная графика. ДДЛС ключевое искусство. Компьютерная графика. Такой-то человек делал и так далее. Программирование контента. Джозеф Бойт. Пользовательский интерфейс. Роберт Саймонс. Блин, ребята, охренительно. Мы прошли. Мы прошли. Доки-доки, литературный клуб плюс. Значит, дополнительные сюжеты. Шикарно. Офигеть, какие артики показывают замечательные. Так. Это было быстро. Это было быстро и просто... Офигеть. Реально, я думал, у нас серия будет на час. Может, сейчас откроется часть вторая какого-нибудь равенства. Я просто хз. Ну, хотя нет. Тут в целом 13 сюжетов и... Блин, круто. Вообще, много кто делал игру. Офигеть. Тут целые команды. Кто программированием занимался, кто сервисами, кто еще чем-нибудь. Кто артами. И так далее. Вау. Блин, я, конечно, думал, что будет подольше игра. Ну, в плане-то вот этот сюжет равенства будет подольше. Вот правда. Мы его прошли за сколько? Я не знаю, за минут 20, что ли? А то и даже меньше. Ребята, это просто вообще офигенно. Локализация. Ух ты. Да. Шикарно. Ну, давай посмотрим уж титры до конца. Потому что интересно, что нам покажут после них. А может что-нибудь да и откроется в дополнительных сюжетах. Я не знаю. Но надо нам это проверить. Спасибо, дорогой игрок, за интерес к нашей истории о дружбе и литературе. Да не за что. Ваша игра была шикарной. Ставлю 100 звезд из 100. Просто вообще круто. Да. Ух ты, а вот и Артик, да? Я так понимаю, вот и новый Артик. Шикарно. Ух, шикардозненько. И что ж, получен достижение. Все. Это достижение, ребят, получается за прохождением всех дополнительных сюжетов. Да. Прошли мы равенство. Финальные. Так сказать. Дополнительный сюжетный эпизод. Блин. Хочется еще что-то. Хочется вот еще вот как-то вот... Хочется еще продолжения. Я надеюсь, разработчики когда-нибудь через много лет, опять же, там... выпустят вторую часть Доки Доки Доки, где уже девочки будут постарше и где-нибудь что-нибудь еще будет интересное происходить. Ну, вот правда. Ух, давай посмотрим, что же у нас по изображениям. Так. Вот тут, смотри. О, а вот. Ё-моё, смотри. Типа, вот мы открыли два арта. Значит, что же, улыбочку. Типа, артик такой вот, где все просто, ну, так сказать, красиво встали и сфоткались. Тут у нас следующий артик. Все скорчили рожек, то что. Офигеть. Блин, прикольненько. Прикольно. А теперь все корчат смешные рожицы. Да. Давай установим. Давай, классно вообще, тема. Суперская. Мне все нравится. Блин, просто офигенно. Музыка. Давай посмотрим, что у нас за музыка. Я же тебе говорю, что новая музычка открылась. Да, открылась новая музычка. Шикарно. Ну, что ж, ребят. Вот такие дела. Спасибо, те, кто смотрели данные прохождения, что были со мной до самого конца. Это было шикарно. Ну, вот как-то так. На этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok